А внизу тревожно вздымается земля. В здешних диких местах обитает множество смертельно опасных животных. Они выпрыгивают из крон деревьев и поднимаются из глубин океана. Они подкрадываются к добыче, используя хитрость и коварство. Убивают ядовитым оружием и грубой силой. Знакомьтесь, это самые опасные животные Центральной Америки. Самые опасные животные. Центральная Америка. Несмотря на свою небольшую территорию, Центральная Америка отличается многообразием географических особенностей. Эта полоса суши, зажатая между двумя океанами, соединяет два больших континента. 170 тысяч квадратных километров, более трети всего региона, по-прежнему покрыты густым тропическим лесом. В темноте прячутся одни из самых опасных животных Земли. Одни созданы для обороны и демонстрируют свой смертельно опасный характер. Другие, которых нельзя ни увидеть, ни услышать, нападают из тени. В том числе, одна из самых опасных змей, как Южной, так и Северной Америки. Ботропс аспер, или, как часто называют эту змею, ферделанс. Само название этой змеи может посеять страх в душе фермера. И не без основания. Если ее напугать, она не прячется и не уползает. Она сворачивает свое полутораметровое тело в защитное кольцо и встречает врага лицом к лицу. Своими ядовитыми зубами она протыкает кожу и впрыскивает разрушающий яд. Одновременно и гемотоксичный, и цитотоксичный. Эта смесь разрушает и клетки крови, и клетки тканей. Плоть вокруг раны вскоре начинает отмирать, причиняя мучительную боль. Яд, который разносится потоком крови по организму, начинает разрушать внутренние органы, вызывая кровоизлияние и шок. Если человеку не оказать медицинскую помощь, у него отказывают почки и сердце. И вскоре наступает смерть. В Коста-Рике, в Центральной Америке, в год от укусов змей страдает в среднем 700 человек. Каждый 70-й заканчивается смертью. Половина из этих случаев и большинство смертей происходят по вине фер-де-ланс. Но истинной мишенью змеи являются грызуны, которые наводняют фермы и поселки. Фер-де-ланс охотится на них везде в пределах досягаемости. От юго-восточной Мексики до Южной Америки, включая большинство районов Центральной Америки. Между ее носами и глазами находится одно из самых сильных ее оружий – тепло-чувствительные ямки. Эти сенсоры самонаводятся на тепло тела потенциальной жертвы. Они настолько чувствительны, что могут определять расстояние до источника тепла и направление его местонахождения, позволяя змее захватить ее цель. Затем фер-де-ланс отпускает свою борющуюся жертву, чтобы не пораниться. Спустя несколько минут она поглощает свою пищу целиком, пользуясь умением, свойственным всем змеям. Способностью смещать свои челюсти и проглатывать жертву больше, чем ее собственная голова. Своей гибкостью эти змеи обязаны особой кости, которая называется квадратной, и действует как петля с двумя шарнирами. Левая и правая стороны нижней челюсти соединены мышцей, а не костью, и поэтому они могут разъединяться. После еды змея растягивает челюсти, возвращая кость и мышцу на место. Вскоре змея возвращается к патрулированию сельскохозяйственных угодий. Фер-де-ланс появляется молниеносно. А другой охотник джунглей известен своей способностью исчезать. Коренные жители Южной Америки называли его убийцей, который убивает жертву одним прыжком. Это ягуар. Смертельно опасная комбинация грации и силы. Это третья по величине кошка в мире. По размеру он уступает только тигру и африканскому льву. Вес взрослого самца может превышать 100 килограммов. Ягуар обходит джунгли в поисках крупной добычи, используя свое острое зрение. Овальные зрачки в его глазах приспосабливаются к тусклому свету в лесу быстрее, чем круглые. Слой, похожий на зеркало, называется выстилающим слоем. Он отражает свет назад на сетчатку, увеличивая остроту зрения кошки почти в два раза. Пекаре мог бы стать крупной добычей, но это удивительно быстрый и проворный сверь. Несмотря на его размер, у ягуара нет достаточной скорости и выносливости. Но он обладает удивительной хитростью. Его пятнистая шкура – идеальная маскировка в рассеянном свете. Благодаря ей кошка нападает без предупреждения. Он атакует одним мощным прыжком. Даже черепахе не гарантирована безопасность. Егоар – обладатель самых сильных челюстей среди кошек. Он с легкостью раскалывает твердый, как камень, панцирь, чтобы насладиться добычей. Согласно местной легенде, этому хищнику по вкусу и человеческая плоть тоже. Деревенские жители, живущие в лесу, рассказывают, как часами за ними бродила какая-то тень. Но, скорее всего, кошки, которым свойственно территориальное поведение, охраняли свою территорию, а не выслеживали добычу. Нет данных о том, что ягуары действительно охотились на людей в Центральной Америке. Люди редко встречаются с этими животными, находящимися на грани вымирания. А вот с другими смертельно опасными лесными обитателями их пути пересекаются чаще. Трудно разглядеть опасность за такой красивой оболочкой. Это лягушки из семейства древолазов. Их яркая краска вызывает у нас любопытство. Но это предупреждение, которое не стоит игнорировать. В теле этих земноводных, похожих на самоцветы, содержится доза смертельно опасных токсинов. Но этот трошечный хищник не охотится на добычу крупнее насекомых. Мощное оружие этой лягушки припасено для того, кто попытается ее съесть. Любое животное, съевшее этот крошечный кусочек пищи, играет со смертью. Если какой-то зверь проглатывает такую лягушку, ее токсины заставляют мозг жертвы подавать к нервным окончаниям быстрые и спонтанные сигналы, парализующие сердце и легкие. Через ранки во рту или желудке хищника токсины поступают непосредственно в кровоток, что приводит к смертельным последствиям. Но сами лягушки не производят токсины. Они похищают химические вещества у своих жертв. Насекомые и крошечные клещи производят их как средство защиты. Но лягушки не погибают от этих веществ, а хранят и выделяют их через особые железы в коже. Не все лягушки из семейства древолазов одинаково опасны. Они в большом количестве обитают в лесах Центральной и Южной Америки. Но лягушки из разных районов питаются по-разному. И поэтому их яд отличается по степени токсичности. От этого маленького древолаза из Коста-Рики хищник наверняка бы заболел. А листолаз ужасный из Северной Колумбии выделяет достаточное количество токсинов, чтобы убить 100 взрослых мужчин. Хищники и знающие люди учатся избегать встреч с любыми ярко окрашенными лягушками. Это единственный способ уцелеть. И во время охоты, и при защите смертоносные навыки этих существ гарантируют им выживание в тропическом лесу. Но одна группа животных процветает во всех ареалах обитания Центральной Америки. От гор до моря. Среди них встречаются одни из самых опасных животных всей Центральной Америки. В Центральной Америке есть и высокие вулканические вершины, и дымящие испарениями джунгли, и теплые тропические моря. В каждом регионе процветает какой-нибудь вид ядовитых змей. И порой самыми опасными оказываются самые маленькие. Ботаник-любитель наблюдает за местными растениями и не замечает маленькую коричневую ленту среди корней фикуса. Она нападает молниеносно, оглушая незваного гостя и мучительной болью. Это прыгающий батропс. Длина этой змеи всего полметра, но она очень мускулистая и проворная. Защищаясь, она толкает себя вперед на расстояние больше половины длины своего тела. Своими двигательными возможностями змея компенсирует маленький размер и защищающий от опасности и во время охоты. Прыгающие батропсы выслеживают свою добычу в тропических лесах от Южной Мексики до Панамы. Не теряя бдительности, они выжидают среди опавших листьев и труглявых бревен. Но и у мышей, которыми они кормятся, выработался целый ряд защитных навыков. Благодаря своему слуху, который улавливает ультравысокие частоты, мышь может услышать приближение хищника, пока он еще не подобрался слишком близко. Но прыгающий батропс лежит совершенно неподвижно, а потом наносит мощный удар. И это только первый сюрприз. После укуса змея обычно уже не отпускает жертву. Как и у других, родственных этой змеи-гадюк, у нее короткие ядовитые зубы и слабый яд. Поймав жертву, она вонзает, а потом вытаскивает свои зубы из ее тела, нанося множественные раны и впрыскивая гемотоксичный яд в каждую из них. Яд сразу же распадается и разрушает кровеносные сосуды. Начинается обширное внутреннее кровотечение, и жизненно важные органы вскоре разрушаются. Змея просто ждет, когда ее жертва умрет. Прыгающий батропс наносит жестокий удар и своим жертвам, и врагам. Но одна из родственных ему змей предпочитает предупреждать своих потенциальных жертв. Змея со знакомым строением. В Никарагуа ее называют «чиз-чилл» из-за звука, который она издает. Костриканцы называют ее «касковелла» в честь сухого перца чили, известного своими стучащими семенами и жгучим вкусом. Касковелла – одна из нескольких тропических гремучих змей. Она обитает на небольшой территории от Южной Мексики до Коста-Рики. Как и у других гремучих змей, у нее есть острые ядовитые зубы и губительный яд. Но производство яда обходится недешево. На это уходит энергия, для чего нужна пища. Звук, который издает змея, нельзя ни с чем спутать. Он предупреждает потенциальных врагов. Возможно, предотвращает столкновение и сохраняет драгоценный яд. Но порой враг подходит слишком близко, и предупреждать его уже поздно. И тогда она нападает. В этом Каскавелла отличается от других гремучих змей. Ее укус все равно, что игра в русскую рулетку. Он может быть просто неприятным, а может быть смертельным. Это зависит от возраста змеи. Первый симптом – жгучая боль. Гемотоксичный яд начинает разрушать клетки крови и кожи жертвы. И если бы это была взрослая змея, действие яда на этом бы закончилось. Но это Каскавелла – еще молодая особь. В ее яде содержатся дополнительные ингредиенты, которые добавляют мучений. Миотоксины сводят мышцы судорогами, парализующими жертву. А нейротоксины, похожие на нейротоксины яда кобры, вызывают затрудненное дыхание и смерть от дыхательной недостаточности. Почему молодые особи Каскавеллы настолько опаснее взрослых особей, остается загадкой. И те, и другие убивают добычу одинаково эффективно. Они принимают форму английской буквы «С», чтобы нанести удар сбоку. Полые ядовитые зубы встают на место, как лезвие складного ножа, протыкают кожу и впрыскивают яд. Хорошо подготовленный удар всегда заканчивается смертью жертвы. Возможно, более сильный яд нужен, чтобы молодая особь змеи могла убить жертву не слишком точным укусом. А может быть, это дополнительная мера защиты, которая компенсирует маленькие тихие кольца на хвосте молодой особи змеи, малоэффективное средство устрашения. Змея растет, ее кольца становятся длиннее, а система предупреждения лучше. И ей уже не так нужен яд для защиты. Когда дело касается змей, выйти из леса не значит быть вне опасности. Это одно из мест, где может произойти нападение самых опасных змей, и где меньше всего этого ожидаешь. Двухцветная пеламида. Эта плавающая змея преследует добычу, нападает и проглатывает свою жертву точно так же, как и ее сухопутная родственница индийская кобра. Она вооружена таким же сильным ядом. Примерно 4 миллиона лет назад предки этой змеи покинули сушу и уползли в море, распространившись на восток к побережью Центральной Америки через Тихий океан. Они отлично приспособились к жизни и охоте в соленой воде. Хотя ей по-прежнему нужен воздух, так же, как сухопутным змеям, но ей его нужно меньше. В коже этой змеи много кровеносных сосудов, которые поглощают кислород прямо из воды, точно так же, как жабры. В состоянии покоя змея может находиться под водой 90 минут. Но охотится двухцветная пеламида у поверхности воды. Она прячется в линиях дрейфа, в больших скоплениях обломков и водорослей, образуемых встречными течениями. Они кишат мелкой рыбой и предоставляют убежище. Эта змея создана для охоты из засады. Ее сплющенный, похожий на весло хвост всегда готов дать быстрый толчок. Когда рыба подплывает слишком близко, змея ударяет хвостом и устремляется вперед, чтобы убить жертву. Как и родственные ей кобры, эта змея обладает смертоносным нейротоксичным ядом. Но в отличие от своей сухопутной родственницы, у нее нет длинных ядовитых зубов и способности впрыскивать большое количество яда. Поэтому двухцветная пеламида не отпускает жертву, пока та не перестает извиваться. Затем она сначала проглатывает голову жертвы, чтобы не пораниться ее колючими плавниками. Хотя ее яд это также и мощное средство обороны, большинство хищников, по-видимому, отпугивает ее желто-черная краска. Она редко проявляет защитную реакцию, даже если люди вторгаются в ее среду обитания. Попавшись в сети рыбака, двухцветная пеламида начинает паниковать и наносит укус. Капля ее яда гораздо опаснее, чем капля яда кобры. Однако за один укус она впрыскивает лишь одну шестую от того количества яда, что впрыскивает за один укус кобра. И тем не менее, ее укус вызывает сильную боль и паралич. Хотя ее возможности ограничены, у меня двуцветные пеламиды охотятся и выживать обеспечил ей процветающую жизнь и сделала одной из самых широко распространенных змей на Земле. Ядовитые змеи могут появиться где угодно, во всех местах, где отваживаются бывать люди, даже в открытом океане. Но в водах Центральной Америки обитают существа, гораздо более опасны для человека. Смотрите далее. Рыбак ныряет вниз головой в мутные воды и в челюсти самого опасного животного Центральной Америки. Протяженность береговой линии стран Центральной Америки превышает 6,5 тысяч километров. Прямо за безопасным берегом прячутся одни из самых опасных животных мира. Это существо производит на нас неизгладимое впечатление. Рыба-молот – доказательство того, что опасность может подстерегать нас и на мелководье. Но одно из самых опасных существ, обитающих в этих водах, никогда не покидает поверхности воды. Этот искусный охотник прекрасно умеет выживать. Хотя у него нет ни мозга, ни сердца, ни крови, ни средств для перемещения в ветрах и течениях, которые несут его по волнам океана. Это португальский кораблик. И у него есть одно грозное оружие. Тысячи жалящих щупалец, которые выпускают ядовитый заряд в жертву и врагов. Португальские кораблики плавают в водах у побережья Южной и Северной Америки, в Тихом океане и Карибском море. Это не медузы. В действительности это даже не единый организм. Они состоят из четырех отдельных колоний животных, которые называются полипами. Каждая группа полипов выполняет определенную функцию плавательного пузыря, пищеварительной системы, репродуктивной системы и щупалец. Они держатся под водой, иногда опускаясь на глубину 30 метров от поверхности и повисая как смертоносная паутина на пути рыб и других морских обитателей. И это оружие одинаково грозно для всех. Оно рефлексивно атакует и жертву, и хищников, и невинных пловцов с одинаковым безразличием. В щупальцах находятся особые жалящие клетки, которые называются немотоцистами и напоминают скрученные пружинные гарпуны. Тысячи крошечных усиков застревают в коже жертвы, и каждый впрыскивает дозу яда с очень сложным составом. В состав коктейля входят нейротоксины, которые блокируют нервные сигналы и вызывают паралич, и кардиотоксины. Химические вещества предназначены специально для ослабления сердца и подавления кровотока. Португальский кораблик добавляет еще примерно 10 токсинов в эту смесь. Все, что не может выбраться на свободу, рассматривается как добыча и поглощается. Щупальца сжимают и тащат пищу вверх в пищеварительную систему португальского кораблика. Всех, кому удалось вырваться, например, людей, он бросает мучиться в агонии. Мгновенно начинается ослепляющая боль. Затем появляются красные следы. Вскоре после этого наступает шок, нарушается сердцебиение и появляется боль во время дыхания. Это смертельно опасное дрейфующее существо убило по крайней мере троих человек. Но в большинстве случаев единственный долгосрочный эффект это болезненные воспоминания. А внизу в холодных темных глубинах Тихого океана обитает существо гораздо более ум. Поведение кальмаров ничуть не уменьшает эти страхи. Быстрые, как молния, щупальца, вооруженные колючими присосками, зацепляют плоть жертвы и тащат ее к ждущему рту. Там острый клюв разбивает и кромсает пищу. Грозная внешность трех морских обитателей соответствует их смертельно опасному характеру. И это дает нам повод опасаться темных глубин. Но в Центральной Америке опасности сходят не только снизу, но и сверху. В густых лесах Центральной Америки опасности поджидают нас не только на земле. На верхушках деревьев есть еще один мир, где голодные глаза наблюдают за происходящим сверху. В долинах Центральной Америки выращивают значительную часть всех тропических орехов и фруктов мира. Но в работах на плантации есть скрытый риск. И незваным гостям здесь не рады. Вспышка ярких красок предвещает волну боли Остово Ботропса. Это полуметровая змея висит на ветках деревьев из-за этот ядовитый укус действует одинаково хорошо против всех врагов и против хищников и против неосторожных людей. Гемотоксины, содержащиеся в яде, в буквальном смысле растворяют клетки тканей и крови вокруг раны. Миотоксины разрушают мышечные клетки, останавливая сердце или парализуя диафрагму, вызывая остановку дыхания. Яд цепкохвостого Ботропса грозная защита. Но даже этой смертельно опасной змее приходится опасаться другого страшного хищника, наблюдающего за происходящим сверху. Первые путешественники в Центральную и Южную Америку были поражены страшным зрелищем. Огромные орлы бросались вниз с верхушек деревьев, чтобы поймать крупных животных. Обладая достаточной силой, они все же опасались подбирать детей с земли и уносить их с собой. Люди называли этих крылатых тварей гарпиями в честь легендарных монстров, пожиравших людей. Эти страхи имеют под собой реальные основания. бесшумные крылья и беспощадные когти нападают сверху на добычу такую же крупную, как сама гарпия. Обыкновенные гарпии патрулируют верхушки деревьев в тропических лесах по территории всей Центральной Южной Америки, высматривая внизу обезьян, опоссумов и других животных, обитающих на деревьях. Благодаря своему умению лазить по деревьям трехпалый ленивец может забираться выше, чем большинство хищников. Там он ведет себя тихо, чтобы не привлечь к себе внимания. Но никакая защита не может спасти его от обыкновенной гарпии. Этот хищник обладает более острым дальним зрением, чем человек. Он может установить местонахождение двухсантиметрового объекта на расстоянии 180 метров. Он бросается вниз со скоростью 80 километров в час и хватает ленивцев когтями такими же длинными, как у медведя-гризли. Если атака хорошо подготовлена, птица может когтями пробить череп жертвы. Размах крыльев обыкновенной гарпии превышает два метра. У нее такие сильные крылья, что птица может поднимать жертву, которая весит столько же, сколько она сама. Вопреки местам и мифу, этот сильный хищник не представляет угрозы для человека. Но для животных, обитающих в тропических лесах, обыкновенная гарпия – это королева неба и постоянная угроза с воздуха. Животные, которые живут припеваючи на верхушках деревьев, совмещают инстинкт губийцы с поразительной красотой. Но один обитатель Центральной Америки особенно грозен. Его боятся больше, чем какого-либо другого животного. Он был в водовороте глубиной пять метров. Когда я проплыл над его головой, он ударил меня в живот. На небольшой территории Центральной Америки обитает множество смертельно опасных хищников. Но одно место животное возвышается над всеми остальными, доминируя благодаря своим размерам и силе и способности потреблять почти все, что попадает в пределы досягаемости его челюстей. Он захлопнул свою пасть и схватил меня сбоку. Он встряхнул меня трижды, как мешок. Это острорылый крокодил. Это огромные рептилии патрулируют свою водную среду обитания в поисках рыбы. и испытывающих жажду млекопитающих. Удар мощного хвоста крокодил обрушивает своим пятиметровым телом весом полтонны прямо на жертву. Добычу, которую крокодил не может проглотить целиком, он хватает своими 68 коническими зубами и разрывает на куски, яростно ударяя телом жертвы о землю. Ареал обитания острорылого крокодила тянется от оконечности Флориды через Центральную Америку, Карибские острова на юг в Венесуэлу. Крокодилы предпочитают прибрежные солоноватые воды или пресные внутриматериковые водоемы и ручьи. То есть те места, где любят селиться люди. Сегодня быстрый рост населения планеты приводит к столкновению человека и крокодила. Редактор субтитров Хотите больше Доктора Пола? Получайте! Он раскачает любой зоотанцпол. Вперед! Такое просто нельзя пропустить. Ну, когда-нибудь и надоест, наверное. Невероятный Доктор Пол по понедельникам на National Geographic Wild. Откройте всю неповторимую красоту дикого мира. Любите природу. Любите животных. Любите субботы с нашими новыми потрясающими путешествиями. Неизведанные уголки планеты. По субботу шести вечера на National Geographic Wild. Испокон веков на просторах Африки идет битва титанов. Вечная схватка охотника и жертвы. Wild собирает их вместе, чтобы узнать, кто же царит на вершине пищевой цепи. Забудьте про Давида и Голиафа. На этот раз Голиаф сразится с Голиафом. Новый сезон Хищники Африки. Часть цикла Самый беспощадный месяц. По воскресеньям на National Geographic Wild. В маленьком государстве Коста-Рика крокодилы убивают одного человека в год. Похожая статистика существует и в других странах Центральной Америки. Но зачастую такие происшествия не фиксируются. Одни случаи нападения крокодилов это примеры хищнического поведения. другие акты самозащиты. Но когда на тебя нападает крокодил, эти подробности мало что значат. Молодой костариканец по имени Уолнер Бустос и его друг выяснили это жарким апрельским днем. Все эти годы в пасхальную неделю в апреле я по традиции отправлялся на рыбалку. Уолнеру известно, что в этих водоемах видели крокодилов. Но эти животные обычно убегают при приближении человека. Когда Уолнер и его друг начали ловить рыбу в ручье, они не могли знать, что прячется под водой. Я его не видел, потому что течение реки приносит песок, и видимость была очень плохой. Когда удочка его друга зацепилась за что-то в воде, Уолнер прыгнул в реку, чтобы ее освободить и нырнул прямо в челюсти трехметрового крокодила. Огромная рептилия бросилась вперед. Ее куносообразные зубы глубоко впились в грудь Уолнера. Он перевернул меня на бок, и поднял вверх примерно на полметра. Крокодил попытался скрутить Уолнера в сверток смерти, яростно вкручивая его тело в воду. Таким маневром хищник топит или расчленяет жертву. Зверь ослабил хватку, но только чтобы прыгнуть снова. Я увидел, что животное вновь собирается атаковать, и на этот раз нацеливается прямо на мою голову. челюсти крокодила смыкаются с силой 1300 килограммов. Укусив Уолнера за голову всего один раз, он запросто разломил бы ему череп. Повинуясь инстинкту, отчаявшийся человек напал на рептилию. И я просунул свою руку ему в пасть, чтобы не дать ему атаковать мою голову. Он укусил меня за руку, вонзив в нее свои зубы, а потом он потащил меня сюда, втыкая в меня свои зубы и нанося мне эти раны. Он тряс меня, наверное, чтобы убить, но моя кожа порвалась, и я устремился к поверхности воды, и зверь за мной не погнался. Зубы крокодила порвали ему руку и туловище, проткнули ему легкое. Его друг побежал за помощью, но каждый вдох давался Уолнеру с трудом. К счастью, город и спасатели находились на расстоянии меньше километра от места событий. И тем не менее, чтобы спасти ему жизнь, врачи целую неделю продержали его в реанимации. Сегодня Уолнер утешается тем, что, вероятно, это нападение не было актом хищничества. Я проплыл прямо у него над головой. Он напал на меня, пытаясь защититься, потому что я его напугал. Мои друзья пытались уговорить меня пойти охотиться на этого крокодила, но я не согласился, ведь зверь был ни в чем не виноват. Мы действительно любим купаться в реке. Но должны быть осторожны, ведь известно, что они там живут. Это элитная группа из 12 существ, олицетворяющих все великолепие и силу природы. Они процветают благодаря целому набору навыков выживания и защитных реакций. Это самые опасные животные Центральной Америки. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Ивашенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова